Конечно, на сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически во весь жилищный фонд города Минска. Есть еще несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка грязной, некачественной воды. Минздрав, конечно, перестраховываясь, получая результаты буквально в режиме онлайн, последних анализов еще не снял запрет, по крайней мере, на ситуацию прямо на сейчас. Но я думаю, что уже буквально до конца дня, на начало утра, вода будет разрешена и для питьевых целей. Ну, по крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд. Конечно, сейчас очень рано говорить о причинах, почему это все произошло. Минскводоканал, по сути, это полувоенная организация. Естественно, различные ситуации случаются, есть соответствующие протоколы, внештатные всякие ситуации. Все очень расписано четко, поэтому с первых минут, когда это произошло, уже началась работа соответствующих служб. Сразу же ситуация была взята под контроль. Профильный вице-премьер, находящийся в это время с визитом в Витебске на строительных объектах, мгновенно вернулся назад в Минск. Был организован штаб, и, по сути, он работал в круглосуточном режиме всю ночь. На следующий день было во всем доложено премьер-министру. Он тоже внес соответствующие коррективы с первых минут на личном контроле. Все вопросы были у президента. Вы знаете, что выстроена система, когда каждый день президенту кладут сводку абсолютно обо всех происшествиях в нашей стране. Естественно, этот случай был взят на особый контроль. Президент лично распоряжался соответствующим органам о нужных поручениях. Сейчас базовой версией является, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок вот этого водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора месяцев в условиях жары и влияния прочих факторов находилась в достойном положении. И потом, когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя, соответственно, через соответствующие системы очистки с реагентами и прочее. Но, тем не менее, вызвало такую ситуацию. Это базовая версия. Конечно, финальные причины будут установлены уже по итогам окончательного официального расследования, после получения всех соответствующих анализов и заключений служб. Но я не думаю, что здесь есть какой-то...